Меня зовут Владимир Иванович Жиленко. Добро пожаловать в столярную мастерскую. В гости к дедушке Володе. Сегодняшняя тема видео будет посвящена электрорубанку. Эта тема больше подходит начинающим столярам, у которых бюджет ограничен, у которых нет фуговального станка. И все операции, связанные с остроганием древесины, они выполняют ручным электрорубанком. Электрорубанки можно разделить на две группы, на две категории. По ширине ножей 82 и 110 миллиметров. В каждой электрорубанке есть свои плюсы и есть свои минусы. К плюсам можно отнести эта мобильность. Уже на готовом объекте можно производить фугование больших деталей, вертикальных, горизонтальных, уже прибитых, установленных электрорубанком. Второй плюс, это его цена небольшая. Еще один плюс, это большие обороты и частота обработки. К минусам можно отнести небольшая ширина фугования и к минусам можно еще отнести небольшие размеры столов или подошвы рубанка. Сегодня хочу вас познакомить с электробанком фирмы Статус. ПЛ-82СП. Почему фирмы Статус, друзья, я уже говорил, мне этот инструмент нравится, он малошумный. В условиях маленькой мастерской, как у меня, шумный инструмент очень актуален. Еще одно преимущество или плюс в комплектации данного инструмента, она укомплектована такими стойками. При помощи этих стоек можно этот инструмент установить на стол. Комплектуется, как и все рубанки, параллельным упором. Ключ. Еще немаловажная деталь. В комплекте данного инструмента идет такое приспособление. Зажимать ножи и можно затачивать нож при помощи этого приспособления. Еще немаловажная деталь. Патрубу для удаления стружек. Можно подсоединять и справа с левой стороны пылесос. Легким поворотом. Вот так выглядит данный инструмент. В стационарном положении, когда рубанок устанавливается на стол, есть такая пластмассовая кнопочка, которая фиксирует выключатель в нажатом состоянии. Характеристики данного рубанка. Мощность 850 Вт. Ширина ножей 82 мм. Максимальная глубина строгания 2,5 мм. Это очень большая глубина. Вес 3 кг. Работает тихо. Работает тихо очень. И снизу, если вы заметили, в виде такой откидной маленький клапан или кнопочка. После окончания работы, когда мы ставим, ножи не касается рабочего стола, потому что работы можем производить в разных помещениях. Часто бывает, что рубанки бросаем на пол. То вот этот как раз предохранительный такой клапан позволяет, устанавливая так, чтобы ножи не касались полезное и нужное приспособление. На стойках, когда устанавливаем в стационарное положение, уже имеется защитный экран для ножей. Необходимый элемент, скажем, по технике безопасности. Для установки рубанка в стол я буду использовать термодерево. Вы можете, друзья, использовать все, что у вас есть под руками. Фанеру, ДСП, ламинированное ДСП. Почему термодерево? Потому что оно не набирает влаги, не коробится. Размеры. Я буду указывать по ходу из-за давления данного столика. Это нижняя опора, на которой будем устанавливать мы рубанок. Имеет длину 850 и ширину 120. Просверлил 4 отверстия. С обратной стороны сделал углубление. И устанавливаем болты М6. Сверху прикручиваем гайки. Вот так выглядит нижняя доска. С четырьмя болтами. На эти болты будем устанавливать стойки. И крепить электрорубанок. Я, друзья, размечал так, чтобы примерно вал находился по центру нашей доски. Установили мы при помощи стоек, которые входят в комплект. Рубанок. На такую доску. Теперь очень отверственный момент. Задняя подошва у нас нерегулированная. Она будет выступать базой при настройках и при регулировках. Ложим пробило. Вымеряем расстояние в начале стола и в конце стола. Вот эти расстояния должны быть одинаковые. У меня это расстояние получилось равное 180 миллиметров. Изготовил я еще удлинители столов. Вы можете использовать фанеру. Можно склеить ламинат. Он очень крепкий материал. Размеры у меня получились 270. Длина одного стола. Второго 350. Ширина 100. Еще изготовил, скажем, доску-пятидесятку. Мне даже пришлось склеить. По ширине не хватило. Эта доска, если положить стол, она должна быть равна вот этому расстоянию, что он показывал, 180 миллиметров. Получается, вот эта доска будет стоять сзади. На вот эту доску будет прикрепляться стол. Нашу заготовку надо прорезать под углом. Заготовил я четыре таких доски. 255 на 75. Две штучки. И 205 на 75. В этих досках надо сделать паз. Можно, конечно, аккуратно сделать на фрезерном станке. Так как этот фильм для новичков, не во всех, наверное, могут быть фрезеры. Поэтому будем высверливать, подрезать лобзиком и зачищать. Про разметки использую малярный скотч. Наклеиваю, потом он легко снимается, не оставляет следов. И производим рез лобзиком. Выполню рез лобзиком статус. Включу, друзья, пылеудаление. Пыли в рабочей зоне нет. Дальше, друзья, вставляю свою наждачку. Прорезанный паз лобзиком. И делаем аккуратный паз на 8 миллиметров. Растелил я три отверстия под саморез. Потай, друзья, выполняю. У меня есть две таких зенковки. Очень аккуратно получается потай. Получились такие заготовки у меня. Теперь эти заготовки надо укрепить саморезами на одну сторону. Остаток был у меня, моего бруса. Разметил я середину. Наклеил скотч, прочертил линию. И укрепил свою заготовку двумя струбцинами. Друзья, если вы будете прокреплять без струбцины, вот так придавил рукой, ставив саморез, и потом шуруповертом закрутите, обязательно вот эта деталь куда-то уедет. Мне задавали вопрос, надо ли сверлить. Я работаю с крепким красным термодеревом. Оно хрупкое, да и с крепкими породами всегда все засверливаю. Смотрим внимательно, как устроен узел подъема стола. Одна деталь и ответная деталь. Вставляется мебельный болт с квадратным подпятником. И вот так этот узел работает. Следующая операция, наклеим крышку стола. Или расширитель нашей подошвы, или крышка стола, как бы она ни называлась. Я наклею на клею. Можно, конечно, просверлить 4 отверстия, потай сделать, саморез. Ну, я буду укреплять на клею. Укрепил я столы при помощи саморезов. При установке начал разметку заднего стола, так, чтобы вот эта линия края стола перекрывала немножко нож. Изготовил вот такую доску под линией столов. Это, по-розу, параллельный упор. Так как передний стол будет двигаться, здесь отверстие сделает плодовое. Друзья, здесь надо добиться идеального прямого угла. Если по каким-то причинам не получилось, можно подклеить с одной стороны скотч, положить бумагу, кальку. Но угол должен быть идеальным, 90 градусов. Так как вариант этот бюджетный, скажем так, стол бюджетный, грубанок бюджетный, поэтому параллельный упор без наклона только под 90 градусов. Столы, подъем и регулировка в ручном режиме осуществляется. Можно, конечно, придумать, поставить винты, но это бюджетный вариант, поэтому я от всего отказался. Плоскость задней подошвы или заднего стола рубанка у нас выступает за базу. К ней мы в начале фильма, я говорил, подогнали нижнюю поверхность, опору всего рубанка. По ней мы регулировали, и установил я задний расширитель стола, и по ней отрегулировал передний расширитель стола с учетом на 1 мм ниже. Фуговальный станок, бюджетный вариант, на базе ручного рубанка статус ПЛ-82СП изготовлен, друзья. Сейчас будем испытывать. Вот так он выглядит со всех сторон. Если у вас не получилось отрегулировать эти столы в одной плоскости, можно снизу подложить. Как я сделал, подложил. Несколько слов, друзья, о технике безопасности. Первое. Стол должен укреплен. Я струбцинами прижимаю. Обязательно условие, чтобы во время работы наш станок никуда не сдвинулся. Обязательно проверять крепление ножей, чтобы они были затянуты. Не допускается вибрация станков, дисбаланс, биение и прочее. Все эти технические проблемы надо устранить. Запрещается работать на станке в перчатках. Нежелательно работать с тупыми ножами, чтобы пролагать чрезмерные усилия при работе. Всегда пользоваться защитным экраном и можно использовать всевозможные разных приспособлений, толкателей, их много разных форм, избегать, чтобы руки работали в зоне ножей. Я подсоединил сейчас пылесос с той стороны. Производим пробное строгание. Дерево у меня клён, крепкое, заготовка 50-ка и она вырезана клином. Я хочу попробовать отстрогать четыре стороны, что получится у нас. Видите, какой зазор. Углов нету. прямой угол такое качество обработки, поверхность гладкая, красивая, хорошая. Еще раз напомню, дерево клён, сухое, крепкое. Настроено у меня съем стружки 1 мм. Я думаю, с таким размером легко работать. Во время работы еще, друзья, когда я брусок вел, одну руку все время держал за вот эту направляющую, чтобы она и соскользнула, поэтому такой большой параллельный упор необходим. Я делал из расчета, если на G82, то и G82 делал параллельный упор высотой. Подписывайтесь на канал, если вам интересно, задавайте вопросы, оценивайте мой труд лайками, дизлайками. До новых встреч, друзья!